так всем добрый день продолжаем рассматривать программу по расчету системы водяного отопления в предыдущих видео мы более подробно рассмотрели программу Волентропа ЗЦ 5.0 в которой мы получили результаты расчета а именно то что нам необходимо в дальнейшем для проектирования системы водяного отопления вот эту табличку с мощностями 15-го помещений которые мы должны разместить средствами отопления так для того чтобы осуществить это вам понадобится сходить на сайт санком и скачать программу дампосайсо 3.8 она также является бесплатной в закладочке скачать фирменные версии высвечивается там же все производители нажимаем online fast и нам выскакивает все программы которые используются в данном производителе дальше скачиваем на русском языке ну и как обычно устанавливаем программу в результате установки вот появится вот такое вот окно рабочий который состоит из следующих элементов это панель меню и панели инструментов и дальше окно информации здесь также можно и выполнить адресовку вашей системы отопления самое главное расчетная вкладка это с обозначением r1 нижняя касается ввода информации в виде табличных данных по арматуре оборудование которое используется в системе отопления здесь можно найти информацию различных элементов системы по конкретике начиная от арматуры заканчивая ошибками которые возникли в результате расчета ну и основное окно которыми будет отрисовываться ваша система отопления причем отрисовываться они будут на плоскости так ну давайте коротенько рассмотрим что себя представляет меню меню файл понятно сохранить открыть дальше распечатать даже можно сохранить формате продолжает дальнейшем открытие все вот такая диаметр других графических программах которые поддерживают этот формат меню правка стандартная здесь копировать ставить и так далее мы будем постепенно пользоваться длинненьким и увидим в чем здесь какая есть необходим в таких командных тропах так следующее вид это все касается панели инструментов можно выдавать и смотреть там в личную или в личную первое основной меню с которого начинается расчет это вот меню данные здесь начинаем с первообщее помещение рисунки и так далее и здесь также присутствует каталоги например открыв каталог отопительные приборы вы можете предварительно без учета по потерь отопроводами в помещении посмотреть какие отопительные приборы можно выбрать при тех нагрузках которые у вас даны для расчет соответственно мощности 50 нового помещения ну вот здесь вот начиная где-то с двух тысяч и заканчивая двумя четырестем вкладами так то есть выбрать можно производителя красным назначается тот производитель либо он не давал информации в данной программе либо не обновлялись то есть данная данная у производителя есть четыре типа нагревательных приборов тоже можно выбрать начиная от конвекторов заканчивая гладкими лицами а здесь вот альминивые межеселым расстояние 50 миллиметров 500 миллиметров и металлические ниже всего расстояние 300 и 500 миллиметров то есть у каждого прибора показано как может быть использован данный прибор то есть его подключение подключение вот здесь вот шесть вариантов есть то что есть напротив ставим коэффициент корректирующий нагрузку на прибор или происходить так дальше вот размеры здесь можно задав температурным графиком подающими гитарами и 70 например обратно и задаться температурой внутреннего воздуха помещения здесь все подводите есть подсказки ну и вот здесь можно увидеть нам нужно от 2000 до 2400 можем воспользоваться единственно то есть можно в этих помещений ставить не один прибор а два соответственно в лучшем случае делим пополам то есть получается от 1000 до 1200 до 10 секций мы укладываемся да обращаю ваше внимание что нужно проверить поставляется ли данный отопительный прибор данного производителя на территории российской федерации в том регионе где вы живете а также какие типоразмеры секций например если это у вас стандартный отопительный прибор например панельный и остальные какие типоразмеры он составляет здесь обозначено двух секций до третий секций ну и факт то есть может составляться V4, V6, V8, V10, V12, V14 и все и ограничиться на эти либо остальное под заказ здесь надо ждать определенное время когда он поставит именно тем количеством секций которое вам необходимо именно в конкретном данном режиме так так и то же самое в меню данных можно пропустить здесь помещение то есть здесь можно видите импортировать из программы ОЗЦ те данные которые вы получили достаточно открыть в данные документы где у вас сохранилось например и открытый вверх у вас загрузится вся та информация которую вы получили в предыдущей программе у нас совпадает то есть единственное только потом когда будете отрисовывать помещение чтобы количество совпадало с тем что у вас присутствует здесь если будут лишние помещения то есть будут люди и нельзя ошибки причем вот например вот эти помещения а именно подвалы и чердак нам нет необходимости потому что там нету системы отопления там нет прибора то есть вот эти все помещения должны быть присутствовать у вас так нажмем ОК так следующее меню расчеты нажав на нее начинается расчет если все успешно вам покажет результаты либо покажет те ошибки недочеты которые у вас присутствует в вашей отрисовке и создании элементов системы так следующее меню итоги здесь нужно найти все элементы по конкретной общее помещение трубопроводы что получилось у вас в результате выполненного расчета можно увидеть и посмотреть с материалами даже можно увидеть фиксикацию обороты дальше параметры здесь относится к интерфейсу программы здесь можно задать свои сети окно понятно используется много проблем вариантами ну и справка там содержание есть обновление программа периодически обновляется как правило два раза в месяц в начале и в конце нажимаете если есть обновление загружаете и установите если нет соответственно не надо так и то же самое у вас отображается на панели инструментов основные менюшки выведены это касаемо сохранить просмотра распечатки дальше копирование и вот первое меню всеобщие данные помещения данные рисунки расчет ну и результаты так сразу же хочу сказать основное основные инструменты находятся вот на этой панельке находящейся снизу право ну и здесь существуют следующие западки первая западка трубопровода и здесь в том числе сопротивления различные на второй закладке можно выбрать отопительные приборы начиная от панельных термолибриллятор без конвекторов секционных гладких структур и напольного отопления напольных отопительных приборов также колорифер подогреватель источники приклады следующая закладка относится к арматуре как подключающим так и запорной и запорно-регулирующей сначала для отопительных приборов а потом для элементов соответственно системы необходимо поставить элементы так следующая закладка здесь прессовывается полностью однотрубная система как трубопровода так и узлы подключения так и арматура на однотрубных системах следующая закладка относится к источникам тепловой энергии начинается котлов различного исполнения дальше теплообменники насосные группы гидрострелки ну и либо смесить узлы с двух трех и четырех ходовыми клапанами следующая относится по квартирным станциям следующая это элементы системы воздушники термометры на солнце расширительные баки то же самое верни как это можно показать на схеме но в расчетах не принимает программа то есть при расчете сопротивление и так далее и не показывает вам какой термометр должен находиться именно в этом месте единственное что может показать если вы делали соответствующую выноску это напор насоса и расход насоса который требуется в данной случае включения следующее относится к отрисовке помещений перекрытия и различные отметки и следующие это простые рисунки которые можно отрисовывать но они не влияют на расчет и не участвуют следующая закладка относится к размножению элементов влево вверх вправо либо существует стандартный уже отрисованный элемент который можно выбрать и вставить как вертикальной системы так и горизонтальной системы периметральной то сам и для мучевых систем так и последняя закладка это для отрисовки планов ваших того чтобы полностью отобразить вашу систему отопления не только в виде схемы но и на планах тоже в расчетах не принимают участие но результаты отображаются на этих элементах если вы на следующих закладках проектировали их так вот что касаемо общей информации по интерфейсу программы так спасибо за внимание ну и в дальнейшем более подробно рассмотрим каждый элемент данной программы уже открытой камеры успехов до свидания и